Всем доброе утро! Сейчас, можно сказать, раннее утро. Дети все пошли в школу, кроме Полинки. Мы сейчас вместе с ней отправляемся в МФЦ. У нас тут такое маленькое, можно сказать, приключение. Позвонила учительница и сказала, что будут ей вручать паспорт в администрации нашей. Всё мне хочется сказать президент. Ну, в общем, будет вручать глава администрации наш, Терехов, 12-го числа, День Конституции. Ну, не знаю, когда выйдет мой влог, но, в общем, я вам озвучила, когда это всё произойдёт. Вот, и срочно надо делать паспорт, срочно. Вот мы сейчас хотим в МФЦ пойти, там оформить документы и попросить, чтобы мне дали их на руки. И завтра я бы сама сходила в паспортный стол, отдала, чтобы срочно сделали. Потому что в МФЦ готовят где-то до пяти дней, а нам нужно уже... Сегодня у нас среда, вот, за эти три дня, то есть нам надо, чтобы сделали. Так что бежим. Полинку отпросила с уроков, с первых. Так что сейчас пойдём всё оформим. Смотрите, тут у нас приехал вот такой. А кто это? А эти спиливать, наверное, дерево будут. На нём даже висит объявление. Сухое дерево. Тут уже у нас рядом стоял сухое дерево. По-моему, летом его спилили. Вот что-то решили зимой его спилить. Сейчас за окном мороз. Ну да, вон, бензопила. Сейчас будут пилить. Так, ну вот, готовятся. Сейчас будут пилить наши дерева. Нет. Да, жалко. Вот два дерева засохшие у нас были. Сейчас ни одного не будет. Тут сделали у нас уже парковку из машин. Раньше не было. Раньше тут кустики росли. Деревья, кустики. А теперь вот машины. Всё, полетели ветки. Сразу отрубили большущую. Посмотри, ты бы это видела. Да. Да сейчас всё обрубят. Останется один пенёк. Как вот этот. Да. Сейчас вот этот. Пенёчек. Вот он. Ой, вот он. Пенёчек остался. Печально. А, ну всё, мы уходим. О, голые деревца. Всё, вырубили наш лес. Всё, направляемся в МФЦ. Дорога ужасная. Ой, какой шум от этой пилы. У нас прям гололёд сплошной. У нас прям гололёд сплошной ходить невозможно. Идём мимо нового кафе. Всё такое новогоднее. Ёлочки. Тут наш пруд весь замёрз. Летом фонтаны, зимой лёд. Очень холодно на улице. Мороз. Минус 10. Вот это мы все ходим. Холодно. Народу нет практически. Мы тут одни. Все на работе, в школе и мы идём. Так, ну вот наши МФЦ. Наконец-то мы пришли. График работы вот другой, с первого по восемнадцатый. Ой, тут тёпленько. Так, давай возьмём талон. Что нам нужно? Документы на паспорт. А, вот это, да? Прочее. Вам пожать документы? Да, подать. Прочее такая. Спечатать. Ну, полустоначали. Один. И ещё встречать талон. Ага, спасибо. Мне зовут и не говорили. Мне тоже. Хотя уже прошло. Всё, сейчас оформляем. И каждый уходит по своим делам. Так, ну всё, оформили документы. В общем, как у нас получается? Вроде сказали, ну нам, конечно, на руки никто не даст эти документы, а сказали, что передадут они завтра туда, в паспортный, вот. А мы придём, Полина, завтра опять идти. Ты напишешь заявление там какое-то, и не знаю, сразу нам дадут паспорт, или может в пятницу тогда. Ну, в общем, в любом случае, я думаю, на этой неделе. Сейчас надо посмотреть, во сколько завтра работает паспортный. Или с утра, или после этого, я не помню. В общем, будет всё зависеть от этого. Ну всё, Полина сейчас в школу, а мне ещё тут надо кое-куда по делам зайти. Мы удивились, пишем заявление, там заполняли ихнюю бумагу. Пойдём вот тут, что ли. И спрашивали прописку родителей на 92-й год. Как-то странно, почему 92-й год? Не знаю, ну с чем вот так. Для чего эта информация? 92-й год, так мы и не поняли родителей. Ну, написали, написали, всё. Ну всё, Полина, пока, иди учись в школу. А где паспортный стой? Паспорт, где мы живём? Там, недалеко. Ну вот, подхожу к дому. Дерева нет. Всё, спилили наше дерево под самый корешок. Всё. Было два дерева. Были, исплыли. И сразу так пусто стало. Вот справа пенёк, и слева теперь пенёк. Всё. Теперь тут точно будут все машины ставить. А тут вот ёлочки, видите, красивые стоят. Посадить бы везде ёлочки. Ну, машин негде. Вот там парковка, но там все машины, конечно, с этого дома не поместятся. И вот, видите, и здесь ставят, и там ставят. Дом большой такой, в длину. Частей каких-то, да? Ну, Оля тут одну, красную, лучше, а все. Вот, видимо, не знаю, почему так. Вам не темно, а то можно ещё ламку включить. Ничего, пойдёт. Сейчас их будут часто пробовать. Посветлее будет. Спасибо. Спасибо. Глубина ложечия, то есть она стала такая управляемая достаточно. Было так, что погружались глубоко клавиши, мне кажется, это, ну, как бы сказать, медленно игралось, и достаточно прихотелось пальцами плохо шевелить. Ну, кроме того... Там у неё какая-то ещё вот нота западала, вот что. Не знаю, какая-то вот... Может быть. Где-то вот здесь вот. Хотя она недавно говорит, о, она вот и справилась. Потом, по-моему, опять какие-то вот в этой стороне. Ну, в Израиле, ну... В Израиле какая-то. Ну, люфты убрал, здесь больше нет такого. Ну, такое хода было. Ну, то есть она... Ну, стало теперь похож на настоящий. Ну, ещё не западает, да, от самой главной клавиши? И не западает, и всё. Ну, вообще, наверное, лучше поставить воду. Сейчас, правда, опять весна, непонятно. Это от сухого воздуха, от сухого воздуха, да? Да, там вот, справа, да. А если просто в комнате увлажнитель? Или лучше туда поставить? Вот же тут, кстати, вот. А-а-а, тут что-то было. Оказывается, ну, давайте вот его... Это как раз нужная площадь. Как раз, как пяти литров, как похоже. А-а-а, нет, не нальём. Воду отключили. Нет воды. Да. Ну, потом тогда сами поставим. Нальём. Ну, вот здесь же, да. Там она открывается. Вот ещё, да? Да, осторожненько. Не сильно так. И тогда почему-то сразу с разгона делают, и потом ломается вот здесь. Ну, чуть-чуть её, вот и всё. Так, ну всё, вот 3 тысячи вам заработали. Спасибо. И вам спасибо. Ну, а теперь хочу показать вам свои покупочки из магазина Фикс Прайс. Давайте посмотрим, что же я там купила. Одна из покупочек, это вот такие тапочки красного цвета, открытые носы, как вы видите. Вот такая подошва. Очень были удобно ноге. Конечно же, я там померила. Мне понравились. Вот. Ну, так думаю, что на очень широкую ногу они не подойдут. Всё-таки у меня нога узкая. И посмотрите, они по типу ортопедической обуви сделаны. Видите, здесь вот такой выступ. Тапочки мне понравились. Хорошие. Вообще, выбор там большой. Сейчас тапок привезли. Так что, кому надо, можете прикупить себе. Следующая покупка, это вот такие носочки. Они очень-очень тёплые, такие плотные. Не такие мягкие, пушистые, как мы привыкли. Но для зимы, по-моему, самое то. Размерный ряд большой. 36-39. Были там разные по цвету. Я имею в виду, вот эти квадратики. Разные, разные, разные абсолютно. И жёлтые, и вставки, и сиреневые. В общем, выбор большой. Постоянная покупка. Это влажная туалетная бумага. Сейчас она стоит в фикс-прессе 79 рублей. Фирма Солнце и Луна. Здесь 72 штуки. Нам нравится. Постоянно берём, как я уже сказала. Это колготки. Микрофибра. Цвет чёрный. Беру первый раз. Протестирую. Надеюсь, что классного качества. Взяла, правда, не себе полинки, но думаю, что всё будет отлично. Здесь указано, что это 80D. Мягкие, приятные на ощупь. Осталось их испробовать в деле. Ещё очередные носочки. Эти уже пониже, и не такие плотные. Это махровые носки. В отличие от предыдущих. Эти помягче. И такие поприятнее на ощупь. Размерный ряд 38-40. С такими снежинками. Следующая покупка. Это вот такой блокнотик фирмы Эри Краузе. Очень он мне приглянулся. Разные по цвету. Они там, в основном, конечно же, однотонные. На кольцах. Плотная обложка. Идут они в клетку. Клетка такая, достаточно яркая. Пропечатанный, я имею в виду. Классный блокнотик. Там были синие, чёрные, розовые и такие голубенькие. Прям очень приятные цвета. Я вот выбрала красный. И последняя покупка на сегодня. Это таблетки. Новиночка, да, появилась такая. Таблетки для посудомоечных машин. Здесь 30 таблеток. Цена была указана 199, 600 грамм. Конечно же, у меня посудомоечной нет машины. Но я буду использовать её просто в хозяйстве, для уборки. Потому что они хорошо всё очищают. Всегда приходятся в хозяйстве. В качестве очистки. Вот. Так что будем пробовать. Стоит недорого. Ну вот теперь как выглядит из нашего дома. Это местность без дерева. Всё как-то пусто, голо. Ну, конечно, было сухое, но всё равно как-то вот что-то стояло. Сейчас ничего не стало. Вот ёлочки вдалеке. Значит, всё. Местность пустынная. Вот одни машины и дом. Так, ну а я пришла и решила сделать вафли. Потому что хочу попить чай, я пить нищим. Ой, раньше времени открыла, поспешила. В общем, жарятся мои вафельки. Всё, мои вафли готовы. Сейчас попью чаёк и примусь за домашние дела. Так, Полина вернулась со школы. И прям сразу к пианино хочет проверить, как играет её пианино. Я ещё даже на пианино ничего не ставила. Вот только один твой диплом поставила. Давай, проверяй, как играет. Интересно, пианино так работает. Мне кажется, звонче стал, да? Мне кажется, что-то надо нажимать. Музыка. 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 Я ему вот эту лампу поставила. Осветляла. Полина вся в обле. Ну ладно, пусть играет. Так, ну у нас наступил следующий день. Сейчас мы отправляемся в паспортный. Пойдём посмотрим, что там нам надо сделать. Я сегодня вперёд Полинке оделась. Пришла она со школы, чай попила, попробовала, как ей расписываться. И вот сейчас отправляемся. Обычно она вперёд одевается, сегодня я первая. Ну что, вышли, идём. Сегодня такой прекрасный снежный день. Снежочек насыпал. Уже не так тяжело идти, чтобы вообще к валюте. Ну всё, пришли, пошли Полина. Полина идёт, говорит, что-то я волнуюсь. Я говорю, что ты волнуешься? Я просто скрываю. Я не могу. Ну, много народу. Так, нам надо ещё выяснить, в какой кабинет. О-о-о, сколько. Как мы всё получаем. Мы сейчас спросим. Ну что, в общем, зашла, да, мне протолкнуться. И что получается? Зашла в кабинет, спросила. Оказывается, никакого заявления писать не надо. Мы уже всё оформили в МФЦ. Вот так нам объяснили. А нам сказали в МФЦ, идите, напишите заявление, получите паспорт. Ничего не надо. И в итоге сказали, что уже этот паспорт передадут сразу в администрацию. И вот в понедельник, 12-го, им будут там вручать. И там Полина и распишется в нём. Не, ну что ты роспись эту спросила, какую? Да никто тебе не объяснит, какую. Какую ты захочешь, такую поставишь. Ну всё, вот такие дела с нашим паспортом. Зря только прогулялись мы сюда с тобой в паспорт. Ну что, пришла я к новому магазину. Пятёрочка сегодня открылась. Давайте посмотрим, что же там внутри интересного. Встречают нас шариками. Так, надо взять, наверное, корзинку. Возьму пока маленькую. Брать вроде ничего не хочу, но так проверим, посмотрим. Ну, при входе здесь мандарин, апельсин, очень много. Я думаю, что цены будут сегодня такие же, как и в других магазинах. В принципе, на открытии, наверное, что открылось не будет, но они дешевле. Печенье по 63. Ну, вот цена недели, скидки с 6 по 12 декабря. Ну, при входе овощи, фрукты. Так, дальше у нас чай. Ну так, в принципе, просторный, просторный. Там сзади у нас колбасы, сосиски, бумага, пасты, порошки, вода. Ну, в принципе, все как обычно во всех магазинах. Ну, так просторный магазин. Молочка здесь у нас. Сметана. Сыр идет со скидкой. И без скидки, конечно же, есть. Новогодние подарки для детей. Вот Милка. Со скидкой даже. О, смотрите, какие самоварочки классные. 800 рублей. Класс придумали. Тут у нас яйца. Так, а где у нас хлеб? Что-то я не вижу хлеб. Хлеб, хлеб, хлеб. Так, вот здесь мука у нас. Макароны. Мука со скидкой. Кукурузная, блинная, пшеничная. Рисовая. Рисовая. Так, ну что-то хлеба не вижу. А, вон там сзади хлеб. Ну, вот овощи у нас тут. По основной цене скидок не вижу особо. Ну, вот такой магазинчик. Там у нас касса получается. И выход. Вот и все. Так, ну купили ничего особенного. И то я не себе. Родители купили кое-что. И то потому, что мы мимо просто ехали. Специально сюда не шли. Мимо. В общем, теперь у нас пятерочка рядом с домом. Так, что-то экстренно не будет хватать. Можно сюда забежать. Особо тут, конечно, тоже нечего купить. Сейчас посмотрела. Банан вообще очень дорогие. 110 рублей. Конечно, мне не очень нравится пятерочка. Но... Теперь в нашем районе много каких-то магазинов. И магнит, и пятерочка, и спар. Продуктовых хватает. Но я люблю ходить больше в да, в магазин. Смотрите, что я сегодня приготовила. Выложила в креманку. Как вы думаете, что это? Это смузи. Я его в этот раз решила приготовить именно густым. Сверху у меня орешки, ягодки. Хотя внутри тоже очень много ягодок. Но я так решила украсть его. А для чего я это так сделала? Рекомендую пить не смузи. А именно вот... Что-то такая густая консистенция, чтобы попадала в рот. И как можно тщательнее была пережевана во рту. То есть обработалась слюной. Извиняюсь, конечно, за такие подробности. Может, кому-то это неинтересно. Но хочу поделиться. Вот. Потому что у нас во рту уже начинают вырабатываться ферменты. Для переваривания нашей пищи. Так что вот в этот раз решила приготовить таким образом. Буду сейчас кушать смузи ложкой. На ужин приготовила вот эту рыбку. Это у меня форели. Запекла в духовке. Вот сейчас достала. Она прям уменьшилась в объеме. Была такая побольше. Там снизу у меня лежит бумага. Такая она белая. Вот. Ну, жир не так много. Но немного вытепился. А здесь рядышком у меня оладушки. Это из кабачков. Вот такой ужин будет. Рыбка и оладушки. Всем доброе утро. Мы тут собрались завтракать. Что у нас здесь? Значит, хлебушек. Это я покупала вкус вели из зеленой гречки. Тут у нас авокадо. Перчик с помидорами чили. Все красного цвета. И наш любимый омлет на кокосовом молоке со шпинатом. За окном. Посмотрите, какая красота. Как долго я ждала эту погоду. Как долго ждала я эту зиму. Наконец-то она пришла. Хоть бы она продлилась очень долго. Снега насыпало достаточно. По крайней мере, не скользко. Ветра нет, метели нет. Прям красота. У нас сегодня будничный день. И Полина что делать сейчас будет? Пойдет музыкальную. Но сначала поесть, конечно. А потом пойдет музыкальную. У нее сегодня конкурс. Она даже сегодня в школу не пошла. Там птица. Я тоже собираюсь пойти заснять ее. Она чуть пораньше пойдет на полчаса. Скорее чуть попозже. Ну все, приступаем к завтраку. Очень все вкусное. Да, Полина? Всем приятного аппетита. Ну что, я уже внутримузыкальный. Концерт уже идет. Но Полинка еще не выступала. Сейчас заглянула в кабинет, где она обычно учится. Она там репетирует. Не стала ей мешать, ушла. Вот сейчас я буду подниматься уже в зал. И ждать ее уже выступления там. Вариаты конкурсов. Ну, Полинка тоже есть среди них. Не нравится мне, конечно, как сделали ее фотографию. Фотошоп, вот она как. Ну, мне нравится. Как будто не она, неестественная. Ну, много тут детей. Здесь уже повесили картины. В тот раз после ремонта ничего не висело. Сейчас уже что-то висит. Этапы капитального ремонта 2022. Вот как было и как стало. Ух, тут все ломали. Вот так было и вот так стало. Тоже было стало, было стало. В общем, все этапы показаны. И теперь вот такая красота. Все, пойду в зам. Детская школа искусств, город Узловая. Преподаватель Черноволенко Светлана Васильевна. Бах. Трехголосная инвенция. Соль-мажор. Блиер. Эскиз. Соль-мажор. Бах. Так. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Должны выстоять определенные часы И потом буду делать Тут у меня бутылочка, водичка у меня теперь Вот моя новая бутылочка, которую я вам показывала Очень я ей довольна Супер бутылка, беру ее с собой и в дорогу, и дома постоянно пью А сейчас мы будем пить смузи Что я уже с вами дала? Растительный напиток, бананчик, ягодки Здесь у меня замачивается, это у меня кейл Вот и петрушка В соде я замачиваю, можно и в соли Сейчас помочится и тоже в смузи пойдут Доброе утро Смотрите, у нас какое наводнение Вот туда дальше уже не видно Слева там вообще все Заплонило водой У нас вот сейчас уже дела получше Вот как только мы встали Полинка ушла в школу Вот здесь вот перед подъездом вообще все Было море у нас Я так думаю, что все-таки что-то делали вчера Потому что трубы таскали Чтобы вот эта вода сходила И вот сейчас, как она ушла в школу Вот часа через два Хоть к подъезду уже островки, дороги видны Это уже радует А то вот сейчас справа показываю Справа прямо до следующего подъезда было все в воде Так что тихоньку рассасывается Может даже все не рассосется Вот опять дождь пошел Посмотрите, у нас тут вообще прям потоп Так, ну а тут утро Я-то вот себе только сварила завтрак Это у меня каша Здесь три крупы Пшено, амарант и кино А здесь, смотрите, что я поставила Это не простой бульон Это костный бульон Видите, косточка вот здесь у меня внутри Вот, лук, перец, морковка Туда чесночок еще бросил, видите, плавает там И в конце, тогда уже как закипит Нальем уксус яблочный Вот, он хорошо вытягивает все вот эти минералы Витамины из костей И добавлю лавровый лист и посолю Все, и будет отвариться костный бульон 12 часов Лучше, конечно, 24 часа Но уже время поджимает Это теперь прямо до ночи будет вариться На медленном окне Полина принесла диплом, грамоту За участие в конкурсе Заняла она, вот видите, второе место Это тоже хорошо Вот И сейчас я приготовила вот такую рамочку Это еще из фикс прайса, видите, брала по 99 рублей Давно было Вот И сейчас упакую Поставлю диплом в эту рамочку Только ее можно ставить Вешать, к сожалению, нельзя Пока поставим Ну вот Вот такая красота у нас получилась Хочу поставить опять сюда на пианино Здесь уже один диплом стоит Кстати, здесь другой Если обратите внимание Вот здесь герб просто нарисованный А здесь вот был выделен Да, красивее уже Вот Здесь она была в шестом классе По фортепиано А тут, кстати, не пишут Сейчас она в седьмом классе По фортепиано Но почему-то не написали Тоже второй степени Лору ряд И тут второе место Пока первое не заняла Ну вот так установила Конечно, это не дело Мне бы хотелось повесить это все на стену Но это ладно Если еще получит Парочку таких дипломов Даже, наверное, уже третий Если получит То придется как-то вешать на стену Потому что здесь уже не помещается Есть к чему стремиться Ну вот, бульон мой продолжает вариться Вот такой он красивый Уже насыщенный получается Так, а я сейчас делала Самый первый заказ Во вкус Вилли Доставку на дом Доставка была бесплатная Значит, здесь я заказала Два десятка яиц Видите, написали хрупкое Я сделала пометку Чтобы их не разбили Ну, а обычные яйца Два десятка Так, и здесь мой заказик Вот, что я тут заказала В основном зелень заказала Потому что в наших магазинах Зелени нет Близлежащих На улице поход плохая Вот, поэтому сделала доставку Тут смесь салатов Отдельно заказала шпинат Мой любимый Так, что еще заказала Кейл Кейл был Заказала И, по-моему, сельдерей Да А, сельдерей Ну, конечно, сельдерей мне не очень нравится Если бы я сама выбирала Я помощнее бы заказала сельдерей Ну, какой есть теперь И пачку масла заказала А то у нас масло кончилось Вот, все Вот такая пробная моя закупочка Доставка на дом из Кусвила Ну, кстати, прикольно Когда за окном ненастная погода Гололед В магазине тоже зелени нет То приходится таким образом Делать доставку Скажу, что этот Кусвилл находится Это в другом городе Город Новомосковск А мы живем в Узловой Так что вот доставка С другого города И она оказалась бесплатной Но это очень радует За окном раннее утро Я приготовила себе сок Здесь у меня сельдерей и морковка И разбавила этот сачок В этот раз не оливковым маслом А решила кокосовое молочко сюда добавить Потому что морковку надо с жирами пить Полинка ушла в школу Сейчас попью из-за дела У меня сегодня вот такой завтрак Омлетик со шпинатом Там еще добавила Так как на кокосовом молоке Добавила пищевые дрожжи И вот такой салатик Можно сказать Перчик Такая красивая зеленая тарелка Помидорчики Зелень И вот здесь слева у меня авокадо Всем приятного аппетита А сейчас мы пришли в администрацию Нашего города Вместе с Полиной Полине и остальным детям Их детей Этих 19 человек Будут вручать паспорта Это был день Конституции 12 число 12 декабря Пока вот сидят и ждут Я вместе с ними Ну а теперь мы уже в зале За окном сегодня ужасная погода Даже не стала снимать Дождь Вот такая зима Ныне действующему основному закону государства Исполняется 27 лет Сегодняшнее событие Вдвойне радостное Для целой плеяды Замечательных молодых людей Узловского района На протяжении многих лет В день Конституции Российской Федерации Молодые узловчане Достигшие Отличных результатов В учебе и в труде В торжественной обстановке Получают свой первый паспорт Гражданина Российской Федерации Быть гражданином России Это высокая честь Гражданам нашей страны Присуща любовь к родине Забота о ее процветании Ответственность За ее судьбу Глава администрации Муниципального образования Узловский район Николай Николаевич Терехов Добрый день Уважаемые прежде всего коллеги Потому что уже с молодыми Нашей молодежью я уже пообщался Поэтому еще раз Добрый день Рад, что сегодня Мы храня традиции В этот прекрасный праздник В день Конституции Российской Федерации Вручаем самые достойные Паспорта Именно здесь Публично Хочу всем пожелать В этот день Осознание Осознание Любви В своей стране А любовь в своей стране Начинается С своего родного дома Любите страну Гордитесь страной И гордитесь тем Что вы Граждане Российской Федерации Поздравляю вас Поздравляю вас Документ гражданина Российской Федерации Вручает Николай Николаевич Терехов Для получения паспорта Приглашается Соколов Александр Александрович Мызников Игорь Сергеевич Лобаскова Александра Дмитриевна Хайдарова Субхина Рустам Джоновна Хрунов Андрей Александрович Багулина Полина Витальевна Самойлов Максим Борисович Егорова Дарья Сергеевна Принимая на себя Почетное звание граждан России Мы клянемся своей учебой Своим трудом И своими делами Укреплять авторитет И доброе имя Муниципального образования Узловский район Клянемся Клянемся Мы клянемся Быть достойными памяти Тех русских людей Которые отдали свои жизни За честь и независимость Нашей Родины Клянемся Клянемся Мы клянемся Все свои знания Весь свой труд И все свои силы Отдать на то Чтобы быть настоящими Хозяевами земли русской И всемирно способствовать Возрождению великой России Клянемся Клянемся Николай Николаевич Предложим вас Для общего входа Давайте плотнее На этом торжественная церемония Подошла к концу До новых встреч Сейчас буду готовить язык Это говяжий язык Недавно купила на днях Здесь прям ровно килограмм Буду готовить первый раз Сначала предварительно Его в кипяток положу Чтобы его запечатать И потом в другую кастрюлю Которая будет закипать Уже переложу Ну вот как и сказала Переложила из одной кастрюли в другую Здесь у меня лук Морковка Веточки петрушки Лаврушка И перец горошком Все Теперь это будет вариться Часа 3-4 На медленном огне Все Оставляем Так вот мой язычок Я его выложила Надо сейчас его обработать Порезать Часть оставлю на еду А часть заморожу Ведь уже начал Обветриваться Надо быстрее Его обработать Почему не занялась сразу языком Смотрите Я что-то сегодня разошлась На выпечку Это у меня кекс Вот Можно было конечно печь В маленьких формочках Но что-то я поленилась И испекла В большой формочке И знаете что это за кекс Что там внутри Это кабачковый кекс Да Там кабачок Сахар тростниковый Ретрит добавил Можно любой подсластитель Вот И мука кокосовая И Ну и остальные ингредиенты Там растительное молоко Еще Такой рецептик у меня Ну что по вкусу Хочу сказать Получился сладкий Да Но За счет того Что это все-таки Кабачок внутри Кажется как будто сыроват Но он не сырой Он пропекся Все Ну вот За счет вот этого Он получился Как бы тяжеловат Но очень вкусный Сначала как-то Он мне не очень понравился Видите Я уже чай пила Не очень А потом Мне очень понравился И он оказался Очень сытный Такой питательный Молодежи паспорта Прекрасный праздник В день Конституции Российской Федерации Вручаем Самые достойные Паспорта Именно здесь Публично Эта традиция Говорит о том Что Важность Нашего отношения К молодому поколению Важность нашей работы Которая нацелена На то Чтобы молодое поколение Росло Наше свободным Здоровым Умным Красивым И главным Любящим Свою Прекрасную страну Свою историю Я уверен Что эту традицию Мы сохраним И далее От всей души Поздравляю С этим прекрасным праздником Потому что Конституция Основной закон Это тот закон Который объединяет Многие наши народы Закон Который дает нам Не только права Но и говорит До наших обязанностей Потому что К сожалению В современном мире Даже в жизни Нашей страны Иногда некоторые Вспоминают Только о своих правах А этот документ Говорит о том Что гармония Гражданина В знании Своих прав И исполнении Своих обязанностей На лицах 14-летних Волнение Они конечно же С нетерпением Ждали этого момента Понимая Что теперь Стали полноценными Гражданами России Документ Которые получили Молодые Дают право На проявление Активной Гражданской позиции Уже сейчас Сидя за школьными Партами Можно не оставаться В стороне От проблем Которые есть В родном городе И все находствия Должны стать Для юных граждан Хорошей жизненной Программой Для того Чтобы почувствовать Свою ответственность И причастность К судьбе своего народа Малой Родины Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин